В эфире «Сыскное дело» в студии Алины Чемери. Здравствуйте! Сегодня в программе я и мои коллеги расскажем о резонансных судебных делах, чрезвычайных происшествиях, масштабных спецоперациях и подведем криминальные итоги недели. Крупный пожар в Тольятти. Пламя вспыхнуло на предприятии Куйбышев «Азот» в воскресенье около полудня. Горел цех по переработке цикла гексана. Это вещество используется при производстве пластмассы. Огонь охватил территорию площадью в 500 квадратных метров. Пламя тушили более 200 пожарных свыше 40 единиц техники. На месте работали и сотрудники лаборатории, которые замеряли количество вредных веществ в атмосфере. Оно не превысило норму. На территорию завода зашел пожарный поезд для того, чтобы выставить дополнительное необходимое пожарно-техническое вооружение для проведения охлаждения оборудования. Угрозы взрыва нет, угрозы выброса химически опасных веществ нет, погибших, пострадавших на пожаре нет. Открытое горение ликвидировали в 10-м часу вечера. Полностью потушить пламя удалось только в первом часу ночи. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются. В Самарской области поймали иностранца, подозреваемого в попытке отправиться воевать за террористов. 22-летний гражданин Киргизии уже давно попал в поле зрения самарских оперативников. За ним внимательно следили. Мужчина неоднократно публично одобрял деятельность запрещенной в России организации ИГИЛ и готовился к выезду в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов. Однако осуществить свои планы ему не удалось. В региональном следственном комитете возбудили уголовное дело по факту попытки принять участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России. Статья предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Незаконную нефтебазу обнаружили в Самарской области сотрудники ФСБ. Располагалась она в Ставропольском районе. Оперативники нашли 16 малогабаритных нефтеперерабатывающих установок и больше 20 подземных цистерн различного объема для хранения сырья и готовой продукции. Примерный объем производимого на базе сырья от 600 до 1000 тонн в месяц. Силовики задержали подозреваемого, 50-летнего жителя Тольятти, который причастен к организации незаконного бизнеса. Изъята хозяйственно-финансовая документация. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По делу о крушении Ту-134, при котором погибли жители Самары, вынесен приговор. Точку поставили в суде республики Карелия. Трагедия случилась летом 2011 года. Около полуночи, примерно в километре от аэропорта Петрозаводска разбился самолет, летевший из Москвы. На борту находились 52 человека, 47 из них погибли. В том числе трое самарцев. Врач, стюардесса и второй пилот. По версии следствия, заходя на посадку при плохих погодных условиях, самолет задел деревья, затем ударился о землю. Судебное разбирательство началось в прошлом году. В трагедии обвинили сотрудников наземных служб. Чиновника Росавиации Эдуарда Войтовского, бывшего начальника аэропорта Петрозаводска Владимира Шкарупу и начальника метеорологической станции аэропорта Владимира Пронина. Одной из причин катастрофы стало плохое техническое оснащение метеослужбы. Также экспертами установлено, что метеорологические приборы, которые использовались в день катастрофы для определения высоты нижней границы облаков, выдавали информацию с большими погрешностями в измерениях, и их эксплуатация для нужд гражданской авиации была запрещена. Суд признал Шкарупу, Войтовского и Пронина виновными в халатности и нарушении правил безопасности. Однако в тюрьму они не сядут. Попали под амнистию. И стали известны подробности еще одного резонансного дела. Осужденный за убийство семьи полицейского Андрея Гошта обжаловал пожизненный приговор. Апелляцию подал Махмадали Ахмадов, которого следствие считает организатором кровавой расправы. Срок подачи жалоб истек в среду, пока в суд поступило только одно обращение. Не исключено, что остальные трое фигурантов дела могли направить апелляцию по почте, и документы еще не пришли. Напомним, семья полковника Андрея Гошта и сам полицейский были убиты в собственном доме в апреле прошлого года. Чудом выжила 7-летняя девочка. Как утверждает следствие, целью нападения был грабеж. Приговор по громкому делу вынесли 22 февраля. Все подсудимые признаны виновными. Двое получили пожизненные сроки, двое, 25 и 26 лет лишения свободы. Также всем им теперь предстоит выплатить компенсацию пострадавшим на общую сумму более 12 миллионов рублей. Тем временем в Самаре стартовал еще один громкий судебный процесс. Руслана Нузралиева обвиняют в избиении доктора. В октябре прошлого года, по версии следствия, он напал на хирурга больницы имени Симашко. Первое заседание состоялось в суде промышленного района. В тот день молодой врач Дмитрий Зарубин находился на дежурстве. В это время пятеро мужчин в приемном покое сопровождали женщину, которая сломала ногу. Не желая ждать своей очереди, молодые люди начали хамить доктору и получили от него замечание и бросились в драку. Нузралиев вместе с неустановленным лицом начал наносить потерпевшему врачу-хирургу множественные удары руками и ногами, в результате чего потерпевшему причинен средняя тяжесть и вред здоровью. Свою вину подсудимый признает, ему может грозить до семи лет лишения свободы. В Самаре по факту гибели девочки, которой исполнился всего лишь месяц, возбудили уголовное дело. Тело ребенка с множеством ссадин на голове нашли в одной из квартир дома в промышленном районе Самары. По словам отца девочки, в день трагедии он был дома вместе с годовалой дочерью своей сожительницы, которая уехала к родственникам в Оренбургскую область и с родной дочерью. Примерно в пять часов он ушел в магазин, оставив спящих детей одних дома. Вернувшись, он увидел, что младшая дочь лежит на кухне на полу. На лбу у нее он заметил царапину и шишку. После этого он положил ее спать, а ночью обнаружил, что дочь не подает признаков жизни. В настоящее время по уголовному делу создана следственно-оперативная группа. Ведется следствие. Нелегальным алкоголем торговали в одном из баров в Кировском районе Самары. На момент проверки у продавцов не оказалось никаких разрешительных документов. Бутылки со спиртным сомнительного происхождения изъяли. Еще одну точку продажи нашли в Волжском районе области. В магазине также продавали алкоголь без документов. За это на виновных составлен протокол об административном правонарушении. Алкогольная продукция изъята из оборота до принятия судом решения о возможности ее конфискации. За совершение указанного правонарушения виновное лицо ожидает административный штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Неуклюжий мусоровоз, выезжая, задел остановку. ДТП случилось в субботу на улице Галактионовская рядом с площадью Куйбышева. Очевидцы сняли его на камеру. По их словам, неповоротливый грузовик так торопился покинуть двор, что не вписался в поворот и задел мир настоящий павильон. В результате у трамвайной остановки разбились стекла. Мусоровоз вскоре уехал. Пострадавших нет. Не поделили парковку. В Тольятти жители одного из дворов ринулись в бой за право поставить на стоянку свои машины. Драку сняли на камеру очевидцы, которые не скупятся на комментарии. Никто... Микс-файтинг, б***ь! Через некоторое время один из участников драки оказывается на земле и перестает подавать признаки жизни. Но вскоре окруженный, но не сломленный боец вновь встает на ноги и продолжает отчаянно сражаться. Бросается к автомобилю противника и вырывает провода из двигателя. К счастью, бравых ребят разнимают очевидцы. Вскоре на место драки прибывают и полицейские. Теперь причину конфликта предстоит установить им. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны и берегите себя. До встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!